И мы сегодня будем разговаривать на очень важную тему Окружающих людей, это прыщи, да Есть бактерия, у всех есть бактерия И плюс неправильный уход, какое-то неправильное питание Реально уходом можно улучшить результат Вот не было, не было, не было никакой информации И тут люди узнали про уход за кожей Очень большое количество людей с жирной кожей Они прям вот, они остерегаются И вот с подозрением относятся к увлажнению Любое акне, оно существует в таком виде Это комедон, там это высшая математика Рассчитать эту дозировку и всё, нет Это вообще не просто так Теперь расширенные поры, да Такая интересная тема Люди, кто чрезмерно употребляет алкоголь Вот у них как будто бы поры больше Просто пенку и тоник взяла, я прям реву У меня супруг всегда, что, опять отзыв хороший написал Да, вот так просто, да Особенно если вот подростки Всем здравствуйте, я рада вас приветствовать на нашем канале Сегодня у нас в гостях косметолог Евгения И мы сегодня будем разговаривать на очень важную тему И обширную тему Это жирная кожа, акне, постакне Жень, спасибо большое, что согласились поучаствовать в этом И поделиться знаниями с нашими подписчиками Расскажите немножко о себе Ну, я врач-дерматолог, косметолог, трихолог Врач с высшим образованием Это очень круто Я закончила академию оренбургскую И приехала сюда, так как здесь очень хорошая была база, кафедра Дерматологии и косметологии сразу Я закончила дерматологию и косметологию И потом через пару лет ещё в Москве, в Рудене я трихологию заканчивала Там очень интересный был курс Тогда это было, ну не знаю, это, наверное, было у истоков превентивной медицины Трихология — это волосы, да? Это волосы, да Но там был очень интересный и классный курс по эндокринологии Потому что... Эндокринная система — это гормоны Гормоны, внутреннее влияние Получается, то есть ты косметолог и изнутри всё смотришь Снаружи, сверху уход, что внутри происходит, анализы и так далее То есть такая большая работа получается в совокупности, да? Да, потому что всё очень взаимосвязано И стараюсь развиваться в разных направлениях Но понимаю прекрасно, что в каждой сфере своей есть специалисты Знаю уже наших коллег, диетологов, гастроэнтерологов Ну, в содружестве стараюсь работать со всеми Давать базу, но вовремя в узкую специальность направить То есть не считая, что должна прям всё-всё охватить Но логику клинически как-то мыслить и направить Я всегда смогу, помогу То есть это касается любого кожного вопроса Потому что всё в нашем организме взаимосвязано Итак, давай начнём вообще с обозначения Что такое жирная кожа, что такое посттактная Как вообще определить свой тип кожи, да, так скажем? Ну, тип кожи зависит от количества себума, которое кожа вырабатывает Мало себума – сухая кожа, нормальная себума – нормальная кожа Много – значит жирная кожа Себум что это? Себум – это кожное сало То, что наверху блестит, да, закупоривает поры Как правило, сухая кожа – это нет пор, потому что мало содержимого в этих порах Нормальная кожа – нормальные поры И жирная кожа – это, как правило, эти дырочки, эти поры, которые закупориваются, забиваются салом кожным Акне? Акне – это продукт, так сказать То, что на выходе получается Мы все живём, да, в окружающей среде Это прыщи, прыщи, угли, да? Да, у нас на коже есть бактерии У всех, и у сухой, и у нормальной, и у любой кожи Но чем специфично, да, вот этот механизм, как срабатывает Когда много сала, есть бактерия, у всех есть бактерия И плюс неправильный уход, какое-то неправильное питание Какие-то есть факторы, которые влияют И кожа либо начинает ещё больше этого кожного сала вырабатывать И плюс такой тоже немаловажный фактор – это гиперкератоз Что это такое? Это вот залипла чешуйка, которая должна смыться, отойти Неправильно её смыли, она залипла Подсушили чем-то, неправильный уход И всё, она залипла, там бактерия была на коже Она её залепила, в этой поре есть питание И эта бактерия питается, размножается И всё, пошло воспаление Вот очень просто три составляющих Так, поняла У нас в косметике есть линейка Как раз для жирной кожи и от прыщей Мы её назвали стоп-акно И это достаточно такая большая проблема Я человек с сухая нормальная кожа Когда как у меня Мы же видим это, когда ты беременна И ты видишь только беременных И я не обращала внимания, что это оказывается Такая достаточно большая проблема Она ещё и такая ёмкая Ладно жирная кожа Ладно просто акно Бывает пост-акно Бывает какое-то воспалительное акно То есть это, мне кажется, мы можем с тобой Неделю целую говорить Вот смотри У нас очень много тоже клиентов Подросткового периода Реально уходом можно улучшить результат Вот скажи как косметолог Конечно, это база Ещё вот хотелось бы отметить То, что это же ещё социально значимое такое заболевание Можно его назвать Это заболевание Социально значимое, потому что Начинают люди комплексовать Это некрасиво, это неэстетично, это нездорово выглядит И, конечно же, первая ступень база – это уход То, что нужно учить подростков уже Прям даже до пубертатного какого-то, до подросткового периода Когда гормоны начинают вот это сало стимулировать к продукции Когда стресс и так далее Мы должны учить ухаживать правильно за лицом Что это базовый средний мальчиков и девочек, конечно И продолжать, продолжать это как бы корректировать Да, базовый хотя бы умываться Да, умываться Вот первое, с чего нужно Это умывалки, правильные умывалки подбирать Принято жирное суши Что значит правильные? Правильные – это подбирать по PH У нас PH в норме на лице кисло Мы чем умываемся? Щелочными средствами Я знаю, что ваша тема умывания очень такая Нет, я просто недавно тоже у нас на канале Выпускала как раз про микробиом Видеоролик Посмотрите, вот когда вы изучите вот эту тему микробиома На поверхности кожи Очень уход становится понятным Да, то есть там как раз это разбиралось Где ощелачивали прыщи И сейчас мы послушаем не меня, а косметолога Именно по этой теме Когда кислая среда кожи Мы защелачиваем Давай тогда, наверное, обозначим Что такое микробиом То есть у нас на поверхности кожи есть микробиом Точно так же, как и в кишечнике Своя микрофлора определённая То есть абсолютно у каждого человека И как бы в норме это 4,5, по-моему, да, вот PH у них PH на поверхности кожи То есть ей вот при таком PH окей Да, то есть там существуют различные кланы Хорошие бактерии, да, плохие бактерии Всё точно так же, как в кишечнике И вот когда вот этот хороший PH Комфортный PH для наших полезных бактерий На поверхности кожи Смещается в сторону щёлочи Ощелачиваем, когда мы им, да Агрессивными умывалками пользуемся, да Или... Начался спич, всё, портал открылся, простите Вот, когда смещается PH Или прям жёсткой водой Когда мы умываемся Даже просто водой Наши хорошие бактерии Они просто слабее становятся И такие вот вредные злодеи Типа пиакне и так далее Да, они начинают там активно Хорошенечко жить И вот, пожалуйста, провоцировать И акне, и какие-то шелушения Да, у кого какая проблема, да То есть, вот Всё, извиняюсь Да, краснота, воспаление комедоми Всё верно, всё правильно Микробиом — это хорошие и плохие бактерии Хорошие в хороших условиях Живут, размножаются и подавляют эти плохие Когда для хороших некомфортные условия Плохие, они практически все в любых условиях обычно выживают И поэтому подавление хороших бактерий начинается И они прогрессируют Ну, тоже многофакториальный такой случай Много чего влияет Но уход — это такая база Ну вот лучше, чем умываться На что обращать внимание при выборе элементарной умывалки? Да, умывалки должны быть Вот я опять тоже повторюсь Я начала говорить То, что обычно жирные вот суши Раньше же всегда сушили Да, и надо смотреть То, что это мягкие очищающие павы должны быть PH смотреть Ну, то есть Смотреть составы И не брать какое-то жёсткое очищение PH-то какой должен быть? Смотреть-то они куда должны? Ну, бывает Не указывают PH, зачастую, производители Ну, сейчас, кстати, много Сейчас именно у русских производств У русских производств Вот прямо у нас у всех такая мода Показать какие активы Показать QPH Потому что люди больше как будто бы Как бывает, да, часто Вот не было, не было, не было никакой информации И тут люди узнали про уход за кожей И всё И люди начали Блогеры, естественно, выкладывают разную информацию Девчонки насмотрятся И идут с умным лицом уже на прилавки Ну, соответственно, производители уже Вынуждены прям писать вот этим людям Что там Да, да И это правильно, наверное? Это до 5,5 PH А 5,5? Ну, и 5,5, да Подходит Выше какого PH не рекомендуешь использовать? Выше 7, точно уже, 100% И, соответственно, по составу Приветствуются кислоты Кислоты, молочная кислота Салициловая кислота Для жирной кожи, да? Да, да Тоже в определённых концентрациях Азелаиновая тоже Прекрасно Но, как правило, в очищающих средствах Вот это первый ряд средств, которые на очищение Как правило, ну, азелаиновую не так часто я встречала В своей практике Это молочная, салициловая, гликолевая Вот остальные кислоты Что? Понятно Значит, смотри Начали они умываться Вообще, насколько это правда Я слышала, что вот Если жирная кожа Лучше, конечно, использовать прям PH-4, 5 Вот умывалки, тоники Да, да Если жирная кожа Если кожа склонна к акне Да, это чем кислее, тем лучше То есть, если вот у нас, например, девочка берёт Вот, как помнишь, раньше выражение было До скрипоты Да До скрипоты она берёт, умывается PH, например, там, ну, 7, 6,5 Да Что происходит в этот момент? Повреждение кожного защитного слоя Биолипидного слоя Разрушение вот этой мембраны Она тоже из жиров состоит И получается Оболочки разрушаются При воздействии щёлочи Ну, более Она не совсем ещё щёлочи И кожа начинает терять влагу Да, трансэпидермальная потеря влаги Кожа снаружи ещё больше начинает защищаться Ещё больше сало вырабатывается Да, да, да Вот Такой замкнутый круг Да, вот про больше вырабатываться сало Нужно ли увлажнять жирную кожу? Да, вот, да И к этому подошли После очищения, конечно, следующий этап Ну, следующий Тонизация Она может быть, может не быть Тонизация, что она делает? Тонизация В основном это до очищения Бывает то, что нормализует ещё Снижает ещё лучше PH Потому что очищающие средства, вода, да Ну, даже вот PH, допустим, 6 вот где-то На тонизации PH выравнивается ещё лучше Больше к кислой И что ещё дополнить? Дополнительно увлажняющие компоненты даёт Ну, и всё Очищение выравнивает А проницаемость улучшает? Проницаемость тоже в зависимости от состава Что в составе будет находиться Это данного Тоника лосьона Ну, вот мы с вами в своих тониках в Титрэнде Как раз Улучшают проникновение уже последующих этапов Да Акцент прям на этом делом Да, это замечательно Вспитываемость хорошая была в том Сывороты к кремов Вот, значит Потому что Почему я спросила Да, очень большое количество людей с жирной кожей Они прям вот Они остерегаются И вот с подозрением относятся именно к увлажнению Они боятся, что вот этот вот Ну, вот как блинчик они называют Да Что прям будет кожа ещё сильнее блестеть Тут и так я жирная Ещё и влажность там Да, вот Можешь вот именно на своём языке объяснить? Да, это самая большая вот ошибка То, что не нужно жирной кожи увлажнения Жирная кожа, она, как правило, чувствительная И, как правило, если это уже с акне Или с какими-то проблемами Она повреждённая Когда она повреждённая, она ещё больше влаги теряет И вот этот замкнутый круг в том, что она теряет влагу Её ещё подсушивают И не дают ей увлажнения И это всё усугубляет процессы У акне Акне усугубляет У сухой кожи Ну, сухая кожа Они там всегда наносят достаточно Средств увлажняющих Всевозможных Вот, но что касается акне Тут, да, и жирная кожа Они стараются минимизировать кремы И... Получается, она себом больше выделяет Себом больше выделяет Пытается напиться, напитаться, увлажнить, защитить кожу И... То есть, если условно девушка начнёт увлажнять свою жирную кожу Себом будет меньше выделяться? Себом будет меньше выделяться Но есть нюанс Есть же такие... Должно быть специализированное средство Всё равно не всё подойдёт жирной коже Не любое увлажняющее средство Увлажняющее средство С большим количеством липидов, допустим Которые нужны сухой коже Жирной коже это не совсем подойдёт Потому что эти липиды Они могут порозакупоривать То есть... Отсутствие липидов должно быть Да, какое-то минимальное количество Всё равно основа жжа Она всё равно будет какого-то липидного... То есть это лёгкое увлажняющее средство Лёгкое увлажняющее средство Да, текстура Текстура вот не зря для жирной кожи проблемной Это флюиды, это крем-гели Гели Лёгкие крема Лёгкие крема Да, не должна перегружаться тоже кожа И опять же, это восстанавливает защитную плёночку, защитный слой И лучше происходит процесс обновления Вот это про гиперкератоз, я о которой говорила в начале И размягчаются эти чешуйки, которые должны отшелушиваться, уходить И всё это благополучно потом смывается Происходит естественным путём То есть она комфортная, увлажнённая Достаточно питательных веществ у неё И когда она не подвергается агрессивным павам Да Это очень круто, потому что я помню даже свою сестру Я уже сто раз, наверное, рассказывала здесь про эту историю Она очень мучилась, я помню, с акном То есть у меня такой проблемы не было в принципе никогда И вот она вот эти свои угри, там прям угри белые Ну подростковые, да, были, она их выдавливала, прижигала спиртом, да А от этого у неё как будто больше становилось Вот теперь вот сейчас я знаю это Как бы, ну вот не знаю, она знает, не знает Надеюсь, посмотришь видео и узнаешь тоже И расскажешь своим детям, да Потому что кожа, по-моему, по наследству даже передаётся Да, да, генетический фактор есть у жирной и проблемной кожи Обязательно Потому что вот у меня не было, у моего супруга не было, да Вот в подростковом периоде прям такой проблемы с акне, да И у наших детей тоже нет А вот у сестры, вот, то есть у неё, у детей есть такая же история Да, да Интересно? Да, вашим детям повезло Очень Так, есть у меня ещё вопрос про кислоты Как вообще кислоты? Про что я хочу сказать, да? То есть я много раз слышала, что когда девушка приходит, например, с проблемой акне к косметологу, да Там вот в первую очередь делают ей пилинг Да? Есть такой момент? Есть такой момент, да Ну это окей? Это нормально, да Ещё многие, как бы я замечала, да Вот когда сделаешь пилинг, как будто бы в первое время начинает усиливаться Вот это вот, ну как бы сыпь с акне Что это происходит? Есть такой момент обострения Любое акне, оно существует в таком виде Это комедон Это комедон плюс воспаление Может быть не гнойное, не с белой такой вот головкой Может быть просто папулка красненькая А есть ещё папула, это папула, а это пустула уже когда с гнойным содержимым Ну папула пустулёзная и комедон обязательно будет Что такое комедон? Это, ну вот чёрная точка, плотная, внутренняя бывает Они внутри-внутренние, подкожники их называют Подкожники Вот И они начинают вот на отшелушивание на этом выходить То есть лечение через обострение Такой принцип действия, ну, также у ретиноидов Ну это, ну, что касается акнешников Кто знает, тот знает, так сказать Вот ретиноиды Они обостряют Так, без консультации мы здесь ретиноиды не будем рекомендовать Потому что вот для меня это тоже тема Нет, это очень серьёзная такая Просто знаешь, вот прям для меня это боль Я вот этот весь процесс понимаю, да Про ретиноиды и так далее, да Вот про ретинол, да А ведь очень много именно блогеров Вот бьюти-блогеров на ютубе И вот прям нахваливают, рассказывают и так далее То есть я понимаю, насколько это такой Я бы не сказала вредный Это как по лезвию ходишь, да Он абсолютно по-разному ведь может дать реакцию, да И мне кажется, это назначать должен только косметолог Не какой-то бьюти-блогер Однозначно, там это высшая математика Рассчитать эту дозировку и всё, нет Это вообще не просто так Если кто-то говорит о том, что это просто Пошёл, купил, да, продадут, может И проконсультируют фармацевты Но там высчитать для себя дозировку И сколько можно её отпить там за сутки и так далее И за какой срок это, ну это такое Какие последствия могут быть, если что-то не так сделаешь? Вообще печень, это функции печени страдают И это как замкнутый круг опять Мы сейчас тобой про таблетки, правильно? Да, да И это опять через печень, через, ну там Проблема с печенью Это опять пойдёт на лицо ухудшение Ухудшение, потому что внутри, вот что внутри, то и наружу, да? Да, да, да Хорошо, давай вернёмся к пилингам, да? То есть это нормальная процедура, что вот делают пилинг Появляется, возможно, обострение То есть как, вот если я вот простым языком, не косметологическим, да? Не врачебным скажу, да? То есть как я это понимаю? Внутри, ну вот это вот, как сказать, прыщ он был, но он не успел выйти, грубо говоря, да? И вот пилинг, что он делает? Он провоцирует, да? То есть он в любом случае должен был выйти После пилинга это просто быстро-быстро-быстро всё выходит, правильно? Да Правильно, да? Да Вот, то есть потому что у нас тоже у покупателя такой вопрос был У нас есть домашний пилинг, вот, для использования на дому, да Нормальный, без ожогов, это всё там вообще прям пропорционировано Значит, девчонки говорили, я сама наблюдала, то есть я в принципе прыщами-то не болею Но лёгкие, маленькие такие всегда, вот после каждого пилинга всегда вот что-то да выходит И первое время меня это так смущало, я начинала беспокоиться, что это раздражение от кислот Потому что пилинг же тоже, кожа начинает чуть краснеть и так далее, да? Вот, но потом, да, я выяснила, что это просто идёт провокация И быстро-быстро, вот, болезнь протекает быстро, вот, грубо говоря Да-да-да, а заметили, да, то, что вот эти вот прыщики, которые выходят как раз на этих кислотах Они быстрее заживляются, потому что это как асептическое такое было То есть асептическое – это без бактерий, без влияния Ну то есть вот пилинг антибактериальным действием обладает Он просто вытянул в этих асептических, стерильных, так сказать, условиях И он и быстрее заживёт потом А, и малая вероятность тогда пусты акне, да, формирования получается? Да-да-да Вот, кстати, поживление, регенерация лучше, потому что пилинг стимулирует это обновление, регенерацию И, да, скорее всего, ну можно прогнозировать такое не стопроцентно, но... То есть для жирной кожи, для акне кислоты окей Да Пилинг окей Да Вот в самом начале можно, например, начал умываться, увлажнять и потихонечку вводить кислоты, да? Да, потому что, допустим, вот кто ходит на процедуры, делают-делают пилинги Ну обострилось, потом улучшилось, перестал делать И дома всё, ничего опять А, ежедневный уход должен быть Вот, и, как правило, подбираем мы либо лосьоны с кислотами, либо какие-то дополнительные средства, да, вот и пилинги домашние в том числе То есть на постоянной основе, ну как сказать на постоянной, это же... Ну ежедневный уход Да, ежедневный уход, а вот пилинги, допустим, специализированные домашние, это периодический уход Ну то есть раз в неделю Для поддержки Ну да, по инструкции, вот в зависимости от того, что там, да, и как рекомендовано производителям Это да Смотри, ещё вопрос про кислоты Вот, например, я замечала, что, ну вот есть сыворотки, например, с аха-кислотами, да И когда у тебя комедоны такие тёмненькие, выраженные Вот после этой сыворотки они как будто бы исчезают Начинаешь глядываться, они там есть, но они посветлели Я так думаю, что мы про сальные нити говорим Это не совсем комедоны Ну нет, вот комедоны, это обязательно, это как патологический процесс такой Он обязательно воспалится, обязательно там прыщ появится Рано или поздно, да Вот, а сальные нити, это вот чёрные точки, например, мы называем, да, про это? Да Ну комедоны, возможно, да, возможно, вот, что и комедоны осветляются Я не знакома с комедоном, значит, у меня нет комедона Да, просто вот, да, просто комедон, а есть вот чёрные точечки, да, они сальные нити называются В принципе, они безопасны, но они напрягают очень многих, да, а кислоты, конечно, как раз они осветляют. Что там происходит? Там, опять же, на входе в этой порке в устье зачастую как пигментация происходит, вот, и поэтому они, мало того, там вот эта вот сальная нить, и она цветом вот этим тёмненьким как забилась, да, забились поры, говорим, и, соответственно, кислоты они осветляют, и вот этот пигмент в устье которой, и саму вот эту закупорку. Раз уж мы про закупорку зашли, как ты относишься к чисткам, которые проводятся у косметолога? Нормально отношусь, очень даже. Есть вот прям такие противники, дерматологи и доказательная медицина, я за доказательную медицину, я за лечение наружными средствами аптечными, кожи склонны к воспалениям, ну, я не против чисток, потому что, вот почему до этого сказали, потому что вот эти все комедоны, они будут воспаляться, независимо от того, что ты назначаешь, да, на терапии на какой-то комедоны будут выходить, размягчаться, ну, это будет миллиард лет, а чистками мы помогаем, чтобы этот комедон внутренний не воспалился, мы его убираем, да, а потом уже кислотами наносим, и мы минимизируем вот это вот множественное такое воспаление, а вдруг там всё полностью лицо в комедонах, а мы сейчас там или кислоты, или наружные какие-то средства аптечные, допустим, назначаем, они все начнут выходить, и когда мы чистки проводим, мы всё равно мы улучшаем, минимизируем вот это вот воспаление, которое может привести в последующем, ну, к застойным пятнам, к рубцам, и это будет долго-долго, долгая история, чистки быстрее. С какой периодичностью нужно на чистку проводить? Вот если такая нормальная, если что касается сальных нитей, вот чёрных точечек, это можно, это можно раз в полгода нормально. То есть каждый месяц ходить не нужно, да? Не надо, да, да, да и тем, кто на терапии, кто без терапии лечит акне домашним уходом, аптечными средствами, и там периодически косметолога посещает, это, ну, раз в месяц, это первый какой-то основной этап, а потом раз в три месяца, не больше. Ну, как бы наседать на эту процедуру не стоит, да? Да, 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 не басовая такая процедура лечения и помощи, да, лучше это домашний уход хороший подобрать и выйти, так бы сказать, в хорошее качество кожи. Угу, так, поняла. А теперь расширенные поры, да, мы вот разговаривали про расширенные поры, такая интересная тема. Их вообще сузить можно? Вот смотрите, это уже анатомия, да, пора, это строение такой кожи улучшить состояние, чтобы они выглядели не… чтобы они выглядели красиво, то улучшить состояние можно, обязательно и нужно, я считаю. Что это же рыхлости кожи добавляет. Вот опять же, есть поры, которые у людей склонных к воспалениям, да, склонных к акне, с жирной кожей, а есть поры, знаете, такие возрастные, овальные. Есть вот… молодые – это круглые поры, а возрастные – это овальные поры, потому что тонус теряется, и они проседают. Даже бывает, у кого, допустим, в молодости не было пор с возрастом, они могут вот эти окошечки овальные проседать, тонус теряется, обезвоженность, вот. Нужно увлажнять, опять же, тонус восполнять, что нужно для того, чтобы эти поры собрать, вот. То есть возрастные и расширенные поры – это как раз обезвоженность? Да. А ты просто это вот чисто, может быть, это моё наблюдение. Не обращала ли ты внимания на то, что вот люди, кто чрезмерно употребляет алкоголь, вот у них как будто бы поры больше? Более рыхлый, конечно. Алкоголь, что влияет, конечно, на качество кожи, отёки, да, вот эта вот такая вот рыхлость появляется, и как, ну, можно сказать, растягивается кожа, вот, пожалуйста, и поры видно. Ну, такое просто, если посмотреть. Я вот думаю, может, ты, Арина, придираешься, вот, то есть я вот могу прям определить вот по человеку, по его порам, насколько он пьёт алкоголь. Не знаю, откуда у меня с космоса, видимо, такие знания подключились. Вот. Это очень тоже интересно. Я просто захотелась спросить, потому что, ну, меня интересовал этот вопрос. Вот. Значит, ещё у нас был такой вопрос. Так, нет, давай зарезюмируем про поры, да, то есть поры бывают в молодости, круглые, да, то есть у жирной кожи. А улучшить состояние можно. Можно. Чем? Кислотами и увлажнением. Кислоты и увлажнением. Кислоты мы как бы шлифуем с поверхности, увлажнением мы их собираем, да, напитываем и собираем. А у возрастных, ну, опять же, тоже можно кислоты, ну, кому возрастным не нужны кислоты. Регенерацию улучшают, ускоряют процессы обновления кожи и, соответственно, увлажнение тоже. И это на то у нас собирается. Кислоты, по сути, они всем вообще нужны. Да, да. Всё, поняла. Так, ну и, соответственно, пить меньше алкоголя и пить больше чистой воды, да, для того, чтобы изнутри получать тоже увлажнение. Да, да, насыщать клетки. Да, да, это тоже влияет одним кремушком. Не напитаешь. Не будешь, да. Вопрос у нас был в Телеграм-канале. Вот бывает вот прям такое воспалительное акне, вот именно вот с белыми вот этими головками, да. Пилинг можно делать? Вот как вот эти вот воспалительные головки, да, я не знаю, они болят, не болят, но я когда на них смотрю, мне кажется, что они болят. Вот, то есть чем помочь этой коже? Вот с чего начать? Вот смотрите, это воспаление, да, и скорее всего оно болит. И здесь к воспалению, ко всему, тут активно продукты вот жизнедеятельности вот этих бактерий, вот эти вот гнойные головки. Нам нужно подавлять воспаление. Опять же, что это за пилинг? Если он нам будет подавлять воспаление, то да. Если он будет слишком агрессивным, да, наоборот будет вызывать воспаление. Даже так можно быть? Да. Если слишком агрессивный, да, мы же такой контролируемый ожог наносим. Ожог – это в любом случае воспаление. Если это лёгкий такой антисептический, да, эффект у пилинга, он будет подавлять бактерии, то да, то можно. Это лёгкие концентрации, это кислоты те, которые подавляют пропионы бактерии, кути бактерии, акне. И, соответственно, это лечебные крема аптечные, которые тоже будут нам воспаление подавлять. А потом уже можно усиливать кислоты с поствоспалительными элементами и с поствоспалительными вот этими остаточными явлениями. Уже бороться, шлифовать, шелушить и выравнивать кожу. Ну, получается, ответ такой, что да, можно, но смотря что. Вот если у нас, она как раз про наш пилинг спрашивала, это миндальный пилинг. Ну, я не сказала бы, что она агрессивная. Ну, домашка же, она не агрессивная обычно. То есть можно, да, то есть я могу ей сказать, да. Очень интересно сейчас, кстати, у меня прям в голове родилась идея, что нам нужен от воспаления ещё крем. С вашей помощью. А если это будет какая-то комбинация такая, потому что они все очень сильно сушат, все вот эти аптечные кремочки. А, прям подсушивали сильно? А что там, цинк, что там? Там, ну, в основном это какое-то противобактериальное средство. И всё? Да. От бактерий? От бактерий. Всё, поняла. Так, пилинг, значит, лёгкий можно при воспалениях делать. Значит, дальше крем, который антибактериальный от воспалений. Ну, и, соответственно, потом уже включаемся там, да, какую-то линейку там стопакном. Возможно, там нашу, возможно, не нашу. Вот, увлажняем и, соответственно, умываемся правильными умывалками, да. То есть вообще вот у меня тоже была подружка, у неё было акне. Конечно, так как, ну, как бы я произвожу, на тот момент у меня были только вот пенки, да, и пенки и тоник тогда мы уже произвели, и она начала вот пользоваться именно вот пенкой. Значит, без СЛС, и получается, ну, у неё, у тех пенок тогда была PH у нас 5,5-6. Но даже просто человек начал как бы умываться неагрессивным средством. И тоником, как бы нормализованием, да, вот этот PH на поверхности, у неё прям очень сильно результат изменился. Но они такие универсальные, мягкие были, да, как бы для всех типов кожи. Да, но сейчас у нас появилась, да, тоже специальная пенка именно для, она из серии стопак, но там у неё PH 4,5, она с амидом азиллоиновой кислотой, ну, там много всего, там экстракт, да, тут хороший. И то есть вот у нас прям покупатели, они берут даже для подростков. Я знаешь, как плачу, когда вот нам приходится отзыв, что вот наш, вот мой сын, вот с прыщами, да, и вот через месяц, там, после использования, там, она там даже просто пенку и тоник взяла, я прям реву. У меня супруг всегда, что, опять отзыв хороший написали, да, вот так просто, да, особенно если вот подростки. И то есть, если ты начинаешь базово умываться, вот что должна по сути умывалка делать, да, люди такие прям надежды возлагают на умывалки, да, то есть им, особенно масс-маркет любит это, да, там, и коллаген, там, и гиалуронка, там, да. Ну, как бы, девочки, запомните, умывалка, она должна бережно очищать, да, и, ну, как бы, и мягко очищать всё, как бы, вот все её свойства. У неё нет способности проникнуть внутрь кожи и пронести вам, я не знаю, какой-то коллаген или там витамин, ну, это такой бред. И вот ведутся же вот на это, а потом ругаются, что у них кожа не стала моложе. Ну, нет, это абсолютно, вот очищение, которое должно бережно происходить. Оно должно быть бережно, и очищение, это важный, это прям фундамент, с чего нужно начинать ухаживать за кожей, то есть правильное, бережное очищение, да, то есть мы не должны вот этот липидный барьер смывать, да, напрочь, чтобы потом кожа давай быстрее, быстрее, ещё больше, больше, больше себума, да, чтобы не выделяла, и как бы, ну, и всё. И уже улучшения идут, реально у людей идут улучшения. И я сейчас говорю не только про свои продукты. Сейчас на рынке достаточно много продуктов с каким-то адекватным PH, с каким-то составом хорошим, да, то есть производители, слава богу, уже тоже они обращают на это внимание. Да, но получается всё равно приходится разбираться в этом, да, вот в составах. Ну, конечно, можно марке довериться, можно отзывам довериться, но в составах плюс-минус, сейчас очень крутые всякие разные приложения есть в телефонах, которые вот нет, никогда нельзя вот именно это название, вот компоненты, допустим, агрессивные. Ну, это экоголики, да, вот это вот что-то, я не очень, если честно, люблю вот эти вот заморочки. Проверять, да? Нет, ну там же вот, например, они против консервантов. Ну, нет, да, это уже другая история. Ну, то есть там до такого маразма доходит, да, то есть хорошо. Вот недавно же была история, да, когда пищевой фасолью отравились люди, а что? А там консерванта просто не было, там сэкономили на консерванте всё, и патогенка, она, пожалуйста, там прекрасно развивается. Ну, как бы думать нужно же, что надо. Кстати, хороший вот вопрос, я сейчас вспомнила. Вот это вот прыщи, вот эта вот прыщавость, она может передаться? Ну, вот ты, например, там соприкоснулась к коже, вот девчонки же любят, там, и как? Ну, вообще вот нет, можно так сразу сказать, но должно какие-то быть условия определённые, это должен быть кровоточащий вот этот гнойный, вскрытый элемент, а у той девочки должна быть, ну, какая-то повреждённая такая кожа восприимчивая. Так, да, так всё передаётся. А вот условно, если, ну, вот просто воспаления такие, и у всех нанесены средства защитные, да, крема, то нет, никакой передачи вот такой быть не может. Через полотенце, потёрла одна, потёрла вторая, да, так может быть. У второй тоже поры есть, входные ворота, вот они есть, может что? Может, теоретически может, но если у второй девочки всё нормально, всё как бы замечательно, по здоровью, по всему, то она будет устойчива. Если им не тетки не получаются. А если там, да, что-то какие-то, это же подростки, это нагрузки и так далее, то не исключено. Лучше, если гену, вот это соблюдать. Да, ген соблюдать, что своё личное расчёска, полотенце, зубная щётка, это всё вот очень личная помада, всё только для себя. Ну да, вот эти же даже кисти, да, вот кисти. Я вот тоже так наблюдаю иногда за визажистами, и когда... Я вообще пару раз у визажистов была. Я очень брезгливый человек, и когда я вижу вот эту румяную кисть, которую, я не знаю уже сколько людей нарумянили, и сейчас она ей же берётся ко мне. Я такая, боже, у меня просто вот эти и прыщи, и что только в голове вот не прокручивается. То есть на это тоже нужно внимание обращать, конечно же. Да, и, соответственно, кто пользуется тоже, даже сам только один, должны тоже расследить за гигиеном всех этих, как сказать, гаджетов. То есть правильный уход, рекомендации косметолога, если прямо у тебя воспалительное акно, лучше не бьюти-блогеров смотреть, пойти к специалисту с образованием, да. Лучше, конечно, дерматолог, чтобы прямо это был врач-дерматолог, потому что я всё время тоже к косметологу попадала. Врагу не пожелаешь. Вот. И получается гигиена, питание влияет? Конечно, питание. Желудок, кишечник, печень, всё оттуда идёт, изнутри. Давай условно представим картину, да, вот что вот я пришла к тебе вся такая обсыпанная, да, то есть вот с чего какие-то рекомендации будут мне? Разбираем сначала, как ухаживаете, что делали, как ухаживаете за кожей, какие средства применяете, и остальное всё дальше по питанию. А питание что нужно исключить? Или как-то это пробно нужно что-то исключать? Есть анализы, практически всё сейчас можно посмотреть, да. Вот кто-то сразу там молочку исключает. Есть какие-то наработки, какие-то данные, что да, у какой-то группы людей молочка может провоцировать. Либо мы исключаем и смотрим, либо мы сдаём анализ на переносимость. Ну то есть условно это вот студентка, у неё нет денег там на кучу анализов, да? То есть ей сначала нужно исключить там молочку и понаблюдать. Какое время нужно понаблюдать? Ну примерно, ну в течение месяца. Ну это не один-два дня там. А через неделю уже будет заметно? Ну к примеру, там новые, отметить, что новые элементы не появляются, да, может такое быть. То есть условно, если вот так нет денег сдавать вот эти, потому что анализы там, если начинаешь это сдавать, всё там очень много, можно дневник питания вести. Допустим, всё исключил такое, то, что может вызывать. А что может вызывать? Что может? Сладкое, копчёное, солёное, фастфуды, это продукты глубокой переработки, колбасы, вот такое вот всё. Ну как сказать, то, что быстро можно взять и съесть. Булки. Углеводы, это получаются быстрые. Да, булки вот именно из высшего сорта муки, белая. Белая мука. Белая мука, да. Вот. Что ещё? Молочка, алкоголь, курение. Всё, что раздражает слизистую желудку, кишечника. Да. Можем всё исключать сразу, можно наоборот поэтапно исключать. Ну то есть это дневник питания, его ведёшь, либо всё исключаешь, постепенно там что-то добавляешь и смотришь, как кожа реагирует. Либо отмечаешь то, что ты убрал, и как ты видишь, какие изменения. Но проще убрать там все вот эти вот провокаторы. Как оно работает, да? Это тоже же через вот раздражение вот как желудка, кишечника. И всё это влияет на стимуляцию выработки себума. Себума много начинает вырабатываться, бактериям есть что кушать, и вот оно начинает. Плюс залипала вот здесь в каком-то месте вот эта чешуйка, которая не смыли, плохо отшелушилась, и процесс пошёл. То есть жирной кожи, получается, она должна более тщательно очищаться, да, чем сухая, да? Да. Я как понимаю, вот эту залипашку, то есть она за счёт того, что она жирная, вот эта кожа, она более липкая получается, да? У нас-то это вот всё стряхнуться может, наверное, на сухой. Или они слишком налипают, наслаиваются, там оно не может никак отшелушиться. То есть скрабы надо использовать. Вот скрабы, допустим, абразивные какие-то с частичками. Абрикосовая косточка. Да, абрикосовая косточка. У чистой лидии. Да. Это нет, конечно. Как что-то страшно, да, не идет. Это мы разносим по всему лицу, инфекцию, соседний, рядом. А, наоборот, да. Да, это разносим всё. А что, как очищаться? Ну, либо это как пилинги, скатки всякие существуют такие, которые как масочка, а потом скатал. Всё, это такое бережное очищение. Либо это кислоты, они как раз эти залипашки убирают. И, опять же, мы если про правильное очищение говорим, то есть на этапе уже умывания, очищения, если туда ещё кислота какая-то добавлена, вот, пожалуйста, тоже это стимуляция отшелушивания. Ага, ещё такой вопрос. Вот сейчас я видела тоже на маркетплейсах такая пенка с щёткой, с силиконовой. Это для них? Ну, вот я не знаю для кого, но кто-то прям нравится кому-то, пользуется. Но я вот, если честно, не за вот такие вот скребки всякие. Тем более, ну, это возможно, если нормальная кожа, да, без всяких проблем. Опять же, если сухая, тереть её. Ещё сушистанет. Вот, я так сомневаюсь. Да, они там силиконовые, мягкие бывают какие-то, просто так размылить. Но также ты можешь и ладошками своими потереть, помассировать. Это будет лучше, полезнее. Они не помогают отчистить, отшелушить. Нету такого у них прям эффекта. Просто то, что это как аппаратик, там, для дренажа, вот, что ты как промассировал. Но это, опять же, это не проблемный, не для проблемной кожи. Для сильной, крепкой кожи. Для сильной, крепкой, как я. Так, вот ещё очень важный вопрос. СПФ. Очень часто вот любители как раз, ой, любители-носители жирной кожи, акне, они прям избегают СПФа, потому что это канедоны и так далее, да? То есть, что ты считаешь? Конечно, да. Что это такое? Конечно, да. СПФкам, да. Или, конечно, разносят. Нет, я про СПФ. То, что, конечно, да, и, конечно, всем. СПФ, ну, что как минимум оно делает? Как минимум оно защищает вот эту вот залипашку, чтобы она провоцировалась, усугублялась, потому что воздействие солнца, оно под подсушивание идёт, и вот эта залипашка, гиперкератоз, ухудшается. Вот оно профилактирует. Но СПФ вообще по сути своей, они созданы для того, чтобы кожу защищать от вот этого разрушающего действия солнечных лучей, глубоких солнечных лучей, не которые поверхностно, да, там загар вызывает, а которые глубоко проникают, разрушают нам коллаген, фотостарение от этого происходит. Но мы сейчас у проблемной же кожи, у акне, обязательно защищать, профилактировать гиперкератоз, профилактировать вот это залипание, чтобы не сушить. Да, антибактериальное действие, вот солярии, любят же тоже ходить, вот с акнешники, типа я подсушил, подсушил свои прыщи. У него лёгкое антибактериальное действие произошло, потому что есть у этих ламп и у солнца, они подсушивают бактерии, не так активно начинают, как погибают, можно сказать. Вот. Но это временный тоже такой эффект. Это даже может усугубиться. Опять то, что вот эту плёнку создал, сухость вот эту с поверхности. СПФ, оно будет, как сказать, экранизировать, да, защищать кожу, опять же, от пересушивания, от повреждения, то, что нам будет запускать механизм образования воспалительных реакций и провокация, опять же, выработка себума тоже. Вот те, кто любители загорать, и сушеная кожа, но она может блестеть вообще вполне жирным блеском, потому что защищается кожа. Да, есть такой момент, и у меня у сухой кожи тоже такое есть, когда она пытается защититься, она прям реально жирно становится. Что такое, думаешь? Вот. И получается, СПФ хорошо, да? Значит, для жирной кожи СПФ использовать нужно, ну, как и для любой, в принципе, кожи, да. И, кстати, вот ещё есть такой момент, наверное, да, вот это вот постакно, вот эта пигментация после угревой сыпи, это же как раз СПФ тоже, наверное, защищает, да? Да, да, это дальше добивает, так сказать, солнечные лучи добивает, вот там и так, ну, процесс вот патологический идёт. Там и так больно вырабатывается. И тут ещё и высушивается. Да, и получается, на солнце это всё начинает темнеть, и уже сложнее потом, то есть ты зимой потом не посветлеешь от этого, потому что там и так плохо всё. А зимой надо пользоваться? Нужно, да, конечно. Есть такое, у нас небольшие какие-то периоды осенью и весной, когда мы можем не пользоваться. Но смысл их отслеживать из-за периода… Нет, не про меня. Да, вот, ну, это надо постоянно в телефоне смотреть УФ-индекс, да, какой у солнца. А, да, даже такое есть. Ну, в телефоне, допустим, есть в погоде, какой УФ-индекс. То, что выше двух, уже всегда это СПФ-защита. Ниже двух, пожалуйста. Летом отслеживайте, там, после стольки-то часов ниже УФ-индекс становится, можно не пользоваться. Но я рекомендую круглый год всегда, хотите, меняйте там, когда 50, когда 20, 15 используйте. А зимой ещё больше от снега излучение идёт. Отображается. Да, отражается. Отображается. Отражается. Вот. И, соответственно, это круглогодичное использование. Лучше, значит, да. Я слышала такой момент, что для того, чтобы не забивались поры вот этим СПФом, потому что люди, наверное, не будут углубляться и изучать вот каждый фильтр, потому что их огромное количество сейчас, да. Лучше, конечно, чтобы крем, он до конца впитывался, не оставлял белый налёт, да. Но это обычно физические фильтры, конечно, оставляют белый налёт, и они очень быстро с водой уходят, да. То есть там уже декоративку не нанесёшь, ни тоналку, ничего, да. А вот в химических фильтрах, да, то есть там их огромное количество, но люди не будут разбираться. Я слышала такой момент, что нужно просто правильно снимать, очищать вот этот СПФ, убирать, то есть там гидрофильным маслом, мицелляркой. Вот насколько это правда? Это правда. Лучше, конечно, когда солнцезащитное средство, когда мы используем, ну, такое комбинированное, да, сказать, и с физическими, и с химическими фильтрами, лучше это смыть как пред таким средством, перед очищением. Как будто макияж, да. Да, как типа средства для снятия макияжа, когда это, что касается макияжа. А здесь, если даже без макияжа солнцезащитные хорошие средства, да, их лучше убирать. Мицеллярная вода, гидрофильное масло, что ещё? Круто. Хорошо, что я улавливаю правильные моменты. Так, и вот этот вот последний момент, последний вопрос, почему остаётся постакно? Это как раз вот без использования СПФ получается, когда долгое время не лечится, наверное, да? Ну вот, почему он остаётся? Вообще, почему постакно? Реально ли вот эти вот следы убрать? Потому что я видела, ну, конечно, разные постактные виды. Разные постактные, кожа разная у всех. И может у кого-то прям сильно и сильно много воспаления, но уходить достаточно хорошо, регенерация хорошая. Влияет длительность процесса вот этого воспалительного. То, что делает, не делает что-то с этим человек. Влияет то, что дополнительность, с чем он там, усугубляет ли он это всё, сушит спиртами, сушит соляриями. Это всё влияет на то, что у него по итогу останется, даже если воспаление уйдёт. Рубец или застойное пятно, или там вообще в кисту воспалится, перерастёт всё, и там такой, не знаю, даже вплоть до апостессов может каких-то образовываться. Ну, то есть здесь зависит от того, какая вот тактика у пациента. И мы говорим про то, что если этот процесс уже не поддаётся никак контролю, не поддаётся контролю фармацевта из соседней аптеки, которые тоже там приходишь, они начинают продавать всевозможные средства, которые, возможно, даже и не показаны. Лучше обратиться к специалисту, дерматолог или косметолог. Любой прыщик может оставить такой след. След может оставить. И лучше тогда не запускать это даже, если он прошёл, даже если он оставил след, надо быстрее. Чем быстрее обратитесь, тем быстрее это можно подкорректировать. Там уже, наверное, лазанная шлифовка, да? Шлифовка, кому-то пилинг, кому-то что-то инъекционное подкорректировать. Ну, тоже зависит от возраста, зависит от состояния. Жень, всё значит, всё можно исправить, да? Всё нужно улучшить. Улучшить можно однозначно. Можно вот с этим совсем работать. Можно и нужно. Главное обратиться к хорошему специалисту, да? Специалисту, да. Попасть в нужное русло, да? Мне кажется, тоже, если пойдут, на какую-то линейку хорошую, косметическую попадут и начнут пользоваться, и уже это полдела. Потому что уход, я опять же повторюсь, то, что это даже нам в тему будет вместе всем, что это очень важно и нужно. Без ухода домашнего, ну, ты уходи ты куда-то, не ходи. Потом всё ты делаешь, всё у тебя, там, и уход, и к косметологу ходишь, ешь всё подряд, там, пьёшь, заливаешь, там, и, ну, тоже такое себе ждать эффект. То есть тут надо комплексно, да, подходить. Всё, поняла. Вот смотри, когда к нам приходит, это просто вот хотела уточнить, правильно ли я делаю. Когда к нам приходит человек, ну, как бы с проблемой акна, невоспалительной, с проблемой акна, что мы рекомендуем? Значит, в первую очередь, как бы, естественно, мы рекомендуем линейку стоп-акна. Также я рекомендую пилинг, как бы, спровоцировать, чтобы быстрее всё это проработалось, что вот внутри накопилось, да. И сразу же после пилинга я им рекомендую, у нас есть сыворотка увлажняющая, да, там два вида гиалуроновой кислоты, это высокая, низкомолекулярная, да, то есть она лёгкая. Вводить это вот прям на постоянную основу. Например, днём ты используешь увлажняющую сыворотку, а на ночь они используют сыворотку коростоп-акна, там амидозилоиновой кислоты активная, рабочая дозировка, да, то есть и как бы и днём крем вот как раз стоп-акна тоже с амидомозилоиновой кислоты. Верно ли я им рекомендую? Верно. А СПФ дальше, вот для такой вот кожи, для проблемной, есть в линейке СПФ какой-то комфортный? Им сложно же тоже. У нас один вид СПФ, он неплотный, он достаточно комфортный. Но он для всех типов кожи у вас? Для всех типов кожи, да. Да, то есть всё. Потому что они же опять боятся СПФ, потому что это дополнительный слой, а тут дальше в вашу линейку продолжить, и ещё в конце ещё СПФ. Да, да, да. Кстати, это наше упущение, да, про СПФ мы что-то не говорим. Вот, то есть вообще, в принципе, и как я считаю, да, про увлажнение, вот просто сейчас завершим, да, очень хочется именно объяснить вот эту идею, что кожа в первую очередь, она должна быть увлажнённая, а потом уже с её проблемой, с какими-то индивидуальными работать, да, то есть, например, девчонки, вот у вас там жирная кожа, или обсыпала вас прыщами, там, или там есть пигмента, да хоть какая проблема, её нужно сначала увлажнить. Насытить, увлажнить. То есть, ну да, то есть это когда, знаете, нам вот, мы хотим пить, да, три дня не пили, да, умерли, наверное, да, у нас уже почти кома, да, нам сосиску дают, да, как бы, ну или там яблоко дают. Можно замечать. Яблоко, ладно, там влага есть, да, ну вот, то есть вот нам какую-то еду дают, а мы пить хотим, нам не нужна никакая еда, да, то есть нас нужно напоить. Сначала кожу нужно увлажнить, и она намного комфортнее, она вот переключится с вот этого высушенного режима, да, там, дайте пить, дайте пить, дайте пить, и она уже может сама, у нас же ведь тело очень мощное само по себе, да, то есть и у нас тело очень, когда оно с сильным иммунитетом, да, когда оно увлажнено в тот же момент, да, когда вот базовые вот эти потребности закрыты, оно может с проблемами тоже очень здорово самостоятельно бороться. Правильно тебя говорю? Да, всё на это направлено, чтобы организм сам себя восстанавливал, защищал, создайте только комфортные условия, и всё он будет сам работать. Закроем базовые потребности, да, грубо говоря. Вот, ну и пришла к нам девочка с жирной кожей, либо с акне, значит, мы ей говорим, увлажняешь, щадящая умывалка, тонизация, ну и как бы и там уже будет большой результат. Да, не нужно сразу бежать там с методом. Да, если это не осложнённая какая-то начальная форма, то есть или, допустим, вот такие вот подростки приходят, там три чёрные точки там на носу, ну вот как комедоны они уже, они расширены, это не сальные железы, не сальные нити, то, конечно, вот этот подобрал уход, и она, скорее всего, не уйдёт в это акне, она не будет вот этим прыщавым подростком, хотя, допустим, там и в генетике есть, и предрасположенность есть. Потому что уход уже правильный начался, потому что нам вот, допустим, сейчас скажут, что, ну, раньше же вот и ни у кого ничего не было, и нормально всё было, да? Раньше так фастфудов много не было, стресса много не было, декоративки такое количество не было. Повреждающих вот факторов на коже. И солнце, мне кажется, как будто бы оно сейчас агрессивнее, чем раньше. Да, возможно. А зоновый слой, говорят, меньше стал. Истончается, да, уменьшается. Да, согласна. А пигментации сколько сейчас, посмотри, ну это же всё связано. Раньше тоже не было пигментации. Поэтому, да, условия меняются в жизни, и у кожи потребность меняется. Ну и вообще у организма. Поэтому, ну, говорить о том, что было, да, вот какие-то естественные условия там создавать, ну, только если в экологические какие-то райончики ехать, там, питаться, дышать, и всё. Конечно, ничего не будет ни у кого. Всё нормально будет. Вот. Поэтому такая вставочка. Это было всё безумно интересно. Мы будем завершать. Девчонки, пишите комментарии, про какую тему вам интересно было бы ещё поговорить. Возможно, мы Евгений ещё к себе пригласим. Понравилось тебе? Понравилось, да. Мне тоже очень, да. И меня вдохновляет, что это полезно. Вот девочка условно, да, вот прыщами вот мучается, да, там, сжигает их, там, щётками трёт, да, как вот сейчас, ну, вот эти вот всякие популярные, там, в ТикТок заглянешь. Да, это ужас просто. Это очень полезно, Арина, вот что вы вот это вот сделали. Очень интересно. Я думаю, где вот эти рычаги находить? То ли в школы какие-то ходить уже, там, не знаю, предлагать, да, давайте я там расскажу. Я в садик этот раз к дочери ходила. Я вот маленьким, вот уже, ну, старшая группа, они очень много знают про кожу. Про гигиену. Я им про гигиену рассказывала, что, как кожа работает. Ну, думаю, хотя бы что-то, какую-то лепту вносить. Какая ты молодец. Интересно, да. Ну, надо, потому что проблема такая социальная очень для детей, для подростков. А подростки же это как раз это формирование личностей, когда они вот такие закомплексованные, они прямо… Да, да, да. Замыкаются. Ну, много каких-то проблем, это такое очень большое дело, вот это, что вы вещаете, рассказываете. Да, кстати, мамам, наверное, нужно тоже сказать, да, то есть не нужно вот, а, это подростковый период. Нет, нет, нет. Это прямо такая проблема. У них формируется сейчас как бы вот этот стержень взрослого человека, да, а он уже поломанный, как бы помогайте, приучайте, чтобы хотя бы они начинали уже для начала, хотя бы просто умывались мальчишки, например, да. Да, да. Они же где-то бегают, что-то делают и грязными руками по своему вот этому, по своей коже, да. То есть если они будут умываться утром-вечером, у них уже будет очень хороший результат. Если даже вот начинается такой вопрос, то, что к косметологу ввести, можно бесплатно вводить к дерматологу. И дерматолог, соответственно, тоже как врач, он будет рассказывать, что должна быть гигиена. Ну, врач должен рассказать. Даже особо, если проблема там какая-то минимальная, ведите сразу, показывайте. Косметологи, конечно, более тщательно это вам всё расскажут, подберут. Но дерматологи, пожалуйста, ну, какие-то используйте инструменты, которые вы можете, и помогайте обязательно своим детям, знакомым, всё. Ну, конечно, нет, даже вот просто подросток, он же знать не знает, что купить. Ну, у него и денег на это нету, да, просто вот принесите, покажите. Вот так вот берёшь и умываешься. У меня вот ребёнок, 11 лет ей, Злюша, у меня два прыщика, есть и стоит такая, тоник ступак наносит, да, уже всё, что принесите. Да, и девчонкам своим рекомендую, да, и как бы классно. Классно. Это же опыт, для них это очень интересно. Да, да. Вот, и не комплексует. Вот. Мне очень понравилось, я думаю, что нашим слушателям тоже это всё понравилось. Отмечайте, какие моменты вы для себя новые узнали, что вам, вас ещё интересует, мы обязательно будем думать на этот счёт. Да, будем рассказывать. Да, тоже можете попрощаться. До свидания, спасибо за просмотр, за внимание. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо.